Военная техника в моделях. Такая выставка открылась в Музее истории города. Моделист Игорь Вдовин и не планировал представлять свои работы на суд зрителей. Почти половину миниатюрных танков он подарил друзьям-знакомым. Но даже из того, что осталось, получилась замечательная экспозиция в преддверии 9 мая. Большинство танков, которые вы видите, они настоящие. Единственные танки не настоящие, это вот которые на последней витрине стоят, это вот восьмибитный и из мультфильма. Любовь к моделированию у Игоря началась еще в школе. Первый самолет он собрал по образцу из журнала «Моделист-конструктор». Затем, спустя несколько лет, обратил внимание на танки. Увлекся тогда компьютерными играми и собрал модель МС-1 из брошюры от компании Wargaming. Дальше больше. Интерес появился и к современной технике, и к макетам зданий. Все зависит от масштаба. То есть, как правило, масштаб, если небольшой, то есть, грубо говоря, там 1 к 100, то модельки разрабатывают не очень сложные, чтобы не было сильно маленьких деталей. А если говорить о больших масштабах или больших зданиях, то у них уже нужно собирать с маленькими деталями. То есть, соответственно, и сборка получается дольше, и сложнее собирать. Поэтому все зависит от масштаба и количества, соответственно, листов и деталей. Для того, чтобы собирать подобные модели, одного желания мало. На создание одного танка уходит иногда до месяца. Эта работа кропотливая и требует немало знаний. По геометрии нужно было иметь как минимум троечку, чтобы уже это понимать. Далее, работать в 3D-программах. Это надо мышление иметь, 3D, соответственно, знать программы 3D, векторные программы, графические программы, программы по верстке. Это как минимум 4 программы нужно знать для создания вот таких брошюр. И, соответственно, еще руки как раз прямые иметь, чтобы это все потом собрать. Изначально создается 3D-модель, которая впоследствии разворачивается в двухмерное пространство по частям. Далее эти части разукрашиваются, наносятся на них текстуры. После этого размещаются на листе формата А4 эти детали. Печатаются, вырезаются, склеиваются и уже собираются и получаются вот такие танки. Увидеть военную технику в миниатюре балаковцы смогут в течение месяца в Музее истории города. А совсем скоро модель трактора Мамина, изготовленная Игорем Вдовиным, появится в фильме Евгении Бруславцевой. Автор документальных фильмов про наших знаменитых земляков со своими коллегами сейчас готовит видеоматериал про изобретателя.